добрый день друзья сегодня так хочу снова поделиться прочитанной книгой не читая больше немножко чем рассказываю потому что не все интересно я думаю вот такая техническая литература еще какая-то вот ну или какая-то специфическая на любителя тут как бы классика вот поделиться мнением о классике я думаю полезно все слышали не все читали вот я вот него не могу понять только сейчас я прочитал я раньше читал забавная история вот начал читать книгу господа головлёв салтыков щедрин как-то в школе я точно не читал по моему мнению как-то так мимо прошел в институте по моему то я нет вообще никаких воспоминаний чтобы я ее читал но вот начал читать на смотрю есть какие-то пометки вот как путь ну вот даже какие-то полоски вот у меня такой почерк вот очень похож на мой то есть как будто я что-то здесь уже выделял карандашиком но абсолютно не помню чтобы я читал эту книгу вот и выделены какие-то странные места ну вот с моей точки современной моей точки зрения там они не как бы не ключевые и для скажем так повествования бывают ну тут мы хотим запомнить какие-то места там характеристики героев чтобы так сразу ага там этот выглядел так этот выглядел так этот вот ну какие такие бывают места которые интересны мне вот с какой-то моей личной точки зрения она как бы не не главное для книги а для меня вот это вот важно там герой сказал так-то и так-то я там споре хочу это упомянуть что это не только я все но вот салтыков щедрин хотя там не салтыков щедрин а герой вот отсчитал ну вот как то так а здесь вообще не пойми к чему что выделено вот такая забавная вещь либо у кого-то из родственников так такая же манера выделять вот там какие-то стрелочки еще что-то вот как у меня либо я читал и вообще не помню но вот что вот так вот на мой взгляд я должен был забудут вот такая личная история вот если сама книги немножко разочарован я был думал что здесь она интересней вот начать с того что она печаталась по главам и там кроме этих глав они печаталась щеки ты там очерки вот поэтому вот здесь такая вещь я не помню треть в третьей главе типа рассказывается о том что было перед тем перед описанным во второй главе но там люди общаются и там но важные вещи которых они не могли не упомянуть ну то есть какие-то такие вот вещи ну как-то с на мой взгляд этот слабо ну вообще как не вызвало то есть 300 страниц нет но здесь на 300 и заканчивали то предисловие ну вот такой какой-то объем можно было написать об этом же намного меньше там все есть повтора там одно и то же вот манера говорить и удушки головлёва профирий владимирович головлёв он вот это можно было как-то один раз показать и не показывать это 10 раз и вот тогда было бы сильнее лучше конечно там как бы важно я считаю для своего времени но показать вот это вот тогда вроде и есть семья вроде и и нет как бы такие одни какие-то внешние вещи остались вот ну конец конечно такое какой-то как в сериале и умерли в один день вот не буду рассказывать кто-то может захочет все-таки прочитать что для меня открытием было много таких слов которые я считал что они какие-то такие двадцатого века еще позднее окажется они уже были девятнадцатом веке допустим интересно слова шарить ну значение искать но потом возникло шарит в чем-то там шарит в шкафу шарит там не знаю в электронике на ту же в электронике скажем это уже папа позже появилась явно вот шарить я полез даже в этот словарь и что-то как-то не нашел даже там но видимо это не сильно сильно никто не занимался скалил такой шарит чем шарами и тут я думаю это оттуда какой-нибудь из французского на мой взгляд вот и слова шар довольно тоже такое этимологии нет не нашел пушарить от слова шарак напрашивается но вот шаржа не позже скорее всего какой-то французской но не факт однозначно какой-то этимологии нету вот ну интересно опять же быть там как ты что чай на ключик закрывали чтобы вещь дорогая те же какие-то цены тех времен вот поэтому но вот каким-то таким великим это 1880 год написано закончено уже был достоевский уже там ну толстого я меньше люблю но как вот недавно ставая все обсуждали там всякие ну вот допустим я читал корейцы руссона то воскресенье вот они мне больше понравились скажем чем как она каренина или война и мир ну я хотя бы помню что их читал их так смутно 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 помню о чем она но как-то вот что-то какие-то вот что-то войхать не основная ли но тут вот конечно откуда какие-то эти пометки но у меня есть еще одна вещь эти там когда-то дневники вел и наткнулся на запись прочитал заповедник довлатова вообще никаких воспоминаний где его то есть в электронном варианте его читал в бумажном о чем там еще что-то вот и так что бывает у меня такое там кажется точно раз записано значит прочитал но вообще не помню ну вот такая вот история про книгу вот ну то есть по языку мне вот она бывает на те язык легкий так читается здесь не сказать он самый легкий сатира здесь какой-то такой чтобы ну сатира я считаю должна быть все-таки смешной поэтому хотя бы хоть чуть-чуть здесь сатира уже нет здесь скажем так какой-то реализм но как-то там да не как-то ну конечно так и можно считать реализма ну хотя как-то дорог за дружкой помирают все как-то спиваются ну как-то вот так то есть для реализма как-то его немножко не хватает и как-то вот она все в одной деревне ну не очень вот ну вот за закрыл для себя скажем такую вещь померил у кое-что хочу есть время не то что если но опять же на дать все надоело посидеть почитать милицию читал классику ну как на всякий ну не знаю зачем вот такая вот книжица вот есть мне более старое издание сороковых годов по моему ну вот мне кажется какой-то в букинистический зал может мне могло быть так что издали детская литература вот опять же детская литература для детей навряд ли она подходит если поговорить о проблеме литературе преподавание литературы в школе то есть большая проблема что у нас преподают все по старому скажем так началось это когда изучали литературу в школе то есть там изучали историю литературы вот такое то сякое то и когда это начинали это был скажем конец 19 начало двадцатого века этом не помню тогда и по большому счету изучать особо нечего было то есть уже двадцать первый год если взять двадцатый век это 121 год по написано за это время очень много очень всякого хорошего и сейчас просто ну пытаются это впихнуть новое оставляя старая как как было то есть долго изучают пушкина лермонтов а потом на двадцатый век остается столько же времени на весь я там было очень много очень хороших талантливых писателей и вот в этом пушкин начитана взять вот пушкина пример если даже не даже а вот так то что ему читать кроме какой-то античной литературы ему читать особо не было ничего было там гейна байрон гетто по большому счету и все то есть никакой там французские натурализм и реализм был позже есть вся русская проза из ручки так тоже особо читать там жуковский фанвизин ломоносов 3 диаковский барков кто еще там у баркова были приличные стихи немножко не самый выдаю ну и так далее всех не так уж много получается что было изучить все остальное написано позже вот и опять же вот и я тогда спорил сколько помню на методике преподавания литературы что этот подход получается форма то есть когда мы придерживались марксизма ленинизма то у нас формационный подход соответственно первобытный общинный строй хуже чем рабовладельческий потом феодальный потом капитализм потом социализм коммунизм и вот у нас есть такая вот как бы лесенка по которой мы поднимаемся и соответственно есть литература вот литература вот фольклор для какого там свойственен для такого первобытно общинного ну как бы соотносит туда потом хотя фактор он весь всегда есть ну вот изначально чуть-чуть изучать потом литература древней руси потом литература феодальной эпохи потом реализм уже это для капитализма и потом социореализм потом это вот то есть она тогда она логично а когда от этого скажем исторического такого подхода немножко отказались и по такому подходу получается любой стихотворение написано сейчас лучше пушкина потому что она написана сейчас на 100 лет насколько на 200 лет позже ну вот такая вот вещь в этом плане на мой взгляд отходить надо и такого изучения и изучение истории литературы это не изучение самой литературы это две разные вещи знать кто что написал когда в каких годах там кто главный герой это вот одно то история литературы уметь анализировать произведение понимать о чем она написана для чего как она в чем его достоинства вот мы видим как он там ловко там какой сюжет или там какие-то он деталями работает на эпитет какой-то раз и он все умеет все может быть очень интересно и вот на мой взгляд то есть надо переходить по хорошему и к изучению именно отдельных произведений но именно учить анализировать и если человек умеет читать анализировать понимать как она сделана то он тогда может эту историю сам прочитать все что захочет из истории литературы и соответственно с одной стороны конечно я так правда и не освоил скорочтение ну вот есть же всякие методики по-хорошему надо учить помню какую-то книжицу что провели в советские времена провели исследование скорость чтения там по-моему восьмиклассников что ли было и какой объемом надо читать то есть они физически не могли прочитать все что им необходимо соответственно как может он либо он тогда литературу забрасывать не читает либо не читает еще что-то вот получалось что не хватало времени если живут учить быстро читать тогда может быть как-то но это уже так теоретические вопросы но и на наше мнение никто не ориентироваться не будет вот ну вот возвращаясь книге не сказать что я прямо в восторге ну не сказать что потому совсем на мой взгляд такая нас довольно средненько опять же хорошо сложно скажем так отказаться от от того что мы уже знаем позиции когда уж там прочитано много всякой постмодернистской прочей литературы то что-то такое простенькое примитивное кажется уже кажется примитивным хотя для своего времени это могло быть именно очень серьезные вещи это могло быть шагом то есть для читателя того времени вот поэтому скажем какой пара волосы для своего времени это великое вещи там если сравнивать каким современным туда он тиховато вот так и тут поэтому такая вот история ну хотя я думаю здесь все-таки конечно по политическим больше мотивам его так раз вот он критиковал феодаль феодализм еще что-то поэтому такое за это его и хвалили за это его как бы показывать ну и тонко не особо критиковал потом опять же критиковать хорошо он же имея так сказать уже там большой чин то есть совмещал работу семья знаменитая салтыковых барин на досуге критикующий сам себя ну вот такая какая-то история благодарю за внимание всего доброго удачи